Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы приехали в аэропорт Ижма Сейчас зайдем Здравствуйте Дмитрий Анатольевич, можно мы сейчас поговорим с пассажирами? Пассажиры, значит, у нас едут, летят Сегодня народу мало, но есть Мишеборж, Приколамск и Пиево И во сколько рейс сегодня будет? Рейс в 11 часов По московскому времени Сурсырма, вылет Идем полчаса Хорошо Пассажиры, вот пассажиры наши Что скажут про условия ожидания? Приехали, летим на Мишеборж, условия тут безобразные Это невозможно, холодно Согреться негде Согреться негде Согреться негде, посидеть толком негде Хочется, чтобы было нормально Сколько людей летают Это и с детьми летают И в больницу летают больные люди С маленькими грудными детьми Вы летите в Бриколандск? Я летю в Нишаборж В Нишаборж А в Нишаборж у вас в аэропорту какие условия? По сравнению с районным центром Там хорошо Тепло? Там тепло Самое главное тепло Тепло, хорошо 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 Надеюсь, что уже даже не дыхали Потому что у нас инфекции Потому что здесь обстоятельства Очень холодно Видно, что здание много лет уже нормально не функционирует Стены все обшарканы На потолках сырость, вода Значит, где-то уже крыша уже подтекает Но условия, я бы не сказала, что хорошие Они очень быстрые Но отремонтировать, в принципе, наверное, возможно Чтобы было более-менее по-человечески Надо к теплу И я считаю, что здание надо как-то обшить или что-то сделать Но это, я бы даже сказала, антисанитария Аэропорт существует более, наверное, уже 30 лет Я как помню Неужели мы, ишемские люди, достойны вот такого отношения к нам? Куда смотрит Коми Авиатранс? Куда смотрят вообще власти Куда смотрят власти Ишемская земля Можно сказать Как-то не сохранила Спасла Стольким людям жизнь Ишем. Куда смотрят? А挖ка Вставка 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 Да Ага Если Отправиться и вещам и козы вещи расколе мне длилась была не достанно они челяги стяны чителять курина рестанка жидкость драма улыбнет начальник аэропорта в своей машине грел ребенка вот так вот люди летают наши ижинские люди неужели они не достойны нормальных хороших условий зайдем диспетчеру но начальник аэропорта дмитрий анатольевич мы опять к нему чуть чуть потеплее стало нет с генератором но обогреватели стоят для пассажиров 3 не рискуют включать что-то не нравится может и не выйти а лампочки плитку руки греть значит у вас вот лампочка 1 настольная лампа получается до освещение у нас подключено центрального возможности подключиться к ней и мы все на переносках но изо рта пар идет а ну-ка здание каменное очень долго прогревать но вы обогреваете вот это помещение в общем о себе мало думаете о пассажирах самое главное то есть то на площадке то здесь то там проверю багаж регистрация здесь не особо спасибо большое вам дмитрий анатольевич в таких условиях вот согласились работать работаете не болейте вы заболеете и тут все наверное будет тогда кто этим будет заниматься один единственный а там сейчас площадку убирает но часто снега много нет еще до пока так с трактором договоренность есть через сельсовет делал заявку приезжает т-150 колесный чистит качественно хорошо благодарю за это хорошо а там огни вот что-то в кастрюлях как-то сергей михайлович сотников говорил что зажигал сейчас есть специальные фонари посадочные ночной старт я их привез они у меня находятся в машине сегодня как раз такой день когда мы будем приезжать по площадкам и у меня вообще чуть-чуть немножко что что-то делается единственное то что у меня кипиева и выпечорцы очень старые фонари вынуждены у меня меня не требуют но по просьбе обращаться куда-нибудь повыше чтобы обеспечить и глади противников не обещал в этом вопросе помочь большая благодарность тоже ему он говорит ты найди мы найдем средства и я обратился с опыта брату сергей анатольевич его он сегодня я должен уже вопрос решить за деньгами вопрос сегодня если что все нормально вот то фонарики уже припечере то есть проблема получается только здесь вежми пока что помещение огромное большое рассчитано на большой поток пассажиров и к тому же еще и отключили электроэнергию если бы электроэнергию включили как-то хоть и более-менее можно было жить тогда в том году принял площадку в том году отработал сезон вот этот осенний самый холодный все было замечательно тепло светло весной уже как отключили весна уже потепление было и там уже полегче было и конечно как-то выкарабкались без электроэнергию станция то так самолеты будут летать до вертолеты до декабря до 30 декабря потому что до того времени вряд ли да и не то чтобы вряд ли точно не сделают дорогу если дороги с такой погодой вот тянуть морозов не будет там дороги на еще и до января может до 30 декабря еще рейс был народ был полный рейс студенты в основном очень быстрее добраться у января а и у и и и у о